всем привет яркий автомаркет меня зовут илья сегодня мы поговорим про объектив астер хори 18 миллиметров f8 пробу лэнс объектив очень необычные поэтому видео явно будет интересно так что подпишись на канал поставь лайк этому видео авансом и приготовь себе вкусный и желательно необычный напиток и мы начинаем прям как гарри поттер выгляжу компания астер хори это молодая китайская компания которая специализируется на выпуске объектив правда в продаже есть еще и light meter и слайдер один есть и макро голова есть но тем не менее в основном это конечно же объективы надо дать ребятам должен у них уже достаточно большой выбор в основном это мануальные объективы в том числе и для gfx серии но есть и автофокусный объектив и это прекрасно то бишь в будущем наверное как его мэйки мы ждем каких-то новых вариантов нового интересного автофокусного объектива опять же как у мэйки или как у 7 артизанс в общем видимо ребята будут развиваться но в первую очередь нас интересует конечно же проб объектив проб объектив достаточно уникальный мало того что ребята делают и макро объективы и shift объективы так далее но проб объектив он стал уже не просто какой-то странный игрушка как могло показаться когда эти объективы только появились у лаова тут наверное скрывать не имеет смысла что лаова первый сделали этот объектив но тот объектив а у нас он уникальный. Именно поэтому интересно его рассмотреть. Но суть в том, что теперь это такой стандарт видеоотрасли. Loowa активно развивает свой проб объектив. Потому что теперь там много насадок. И вообще, если мы посмотрим на то, сколько стоит Loowa, то это, мягко говоря, уже достаточно большие деньги. Отсюда и хочется подойти непосредственно к самому обзору объектива. Но перед обзором, конечно же, нужно сделать распаковку. Объектив поставляется вот в таком металлическом кейсе. Этот кейс относительно небольшой. Поговорим, почему так. И его нужно открыть, для того, чтобы мы могли увидеть внутренности. Обратите внимание, кодового замка как у Loowa нет. На всякий случай напомню, несколько лет назад мы делали обзор объектива Loowa. И, конечно, здесь какие-то вещи будут пересекаться. Если вы хотите полностью погрузиться в мир проб фотографии, посмотрите еще обзор Loowa, чтобы картинка стала полной. Тем не менее, когда мы откроем с вами этот кейс, у нас будет очень красиво выложен сам объектив. А объектив, кстати, он не простой, а состоит из двух частей. Первая часть это, скажем так, основание объектива. А вторая часть это, ну, давайте назовем это носом, что ли. Их нужно будет сопоставить, для того, чтобы объектив работал. Хотя, кстати, он может работать и без этой части, но подробнее об этом поговорим чуть-чуть попозже. А дальше у нас в комплекте идут чехлы. Два чехла. Вот таких вот. Один, собственно, для одной части, второй для второй части. Если вы хотите переносить эти части отдельно, а не в кейсе. Также в комплекте идет две пары вот таких вот крышек. Крышки достаточно важные, потому что таких просто так вы не найдете. Именно поэтому их и две пары. Это хорошо, потому что если вы их потеряете, просто так в ближайшем магазине вы их не купите. Обратите на это внимание. Для объектива также отдельно есть крышка, что приятно. И вот такой вот диммер. Диммер нужен для того, чтобы вы могли контролировать подсветку объектива. Об этом мы, конечно же, поговорим. Все, больше в комплекте в общем-то ничего нет, а нам больше ничего и не надо. Но давайте сначала зайдем на официальный сайт Астер Хори. Посмотрим, что производитель сам рассказывает про свой объектив. Сайт достаточно стандартный. Их есть несколько версий как бы официальная, но там почему-то, кстати, не представлен объектив Астер Хори. И вот такая вот, где есть цена, его можно купить. Тем не менее, тут надо сразу сказать главное. Объектив 18 мм f8. У Астер Хори их два. Первый 18 мм f8 это объектив для кроп-камер. И он уникальный, потому что у Лаоуу такого объектива в принципе нет. Ну, то бишь, объектива для кропа. И есть объектив 28 мм f13. Он уже идет для полного кадра. Обратите внимание, что выпускается он под кучу различных байонетов. Но это не мудрено, здесь нет никакой контактной группы. Поэтому, в принципе, просто меняем хвостовик и получаем нужный объектив. Это все понятно. В нашем случае у нас объектив под R-байонет, ну, то бишь, под RF-байонет. И это хорошо, то есть, на любой Canon вы можете поставить. Хотя, в нашем случае, наверное, было бы интереснее рассматривать объектив под Sony или под Fuji. Ниже объясню, почему. Итак, сайт немножко странный, потому что вот эта часть остается, остальное нужно прокручивать. Объектив, как вы видите, состоит из двух частей. Ставится просто на камеру. У нас есть МТФ график, очень, кстати, даже неплохой. Но, в общем-то, больше у нас здесь ничего интересного и нет. Если мы посмотрим описание, то у нас идет 18 мм F8, идет макро 2x, то бишь, у нас идет макро 2 к 1. И это, безусловно, хорошо, но так же и было у Laowa, поэтому в нашем случае это ничего нового не дает, но, тем не менее, приятно. Компания заявляет, что можно использовать этот объектив под водой, естественно, частично, частично под водой. Можно снимать различные вещи, но это понятно. Можно использовать... Вот здесь 18 мм фокусного расстояния, почему-то показывают змею. Вот. Увеличение 2 к 1. Передняя часть, то есть, вся вот эта часть, грубо говоря, до сюда, до USB-блока, скажем так, она водонепроницаемая, то есть, можно погружать его в воду и это замечательно. Есть корпус, который защищен, опять же, от пыли и влаги. Есть подсветка. И, кстати, подсветка, она находится под сапфировым стеклом. Мы об этом тоже поговорим. И специальный USB-кабель, ну, диммер так называемый. Ну, в принципе, больше нам ни о чем не говорят. Просто показывают, что все хорошо, все работает. В нашем случае, наверное, еще стоит поговорить о технических характеристиках. Это 23 элемента в 17 группах, 7 лепестков диафрагмы, F8-F28. Дистанция у нас самая-самая короткая, это 5 мм. Покажу там очень близко. Минимальная дистанция шутинга, 474 мм, есть угол зрения, PSC, ну и, в общем-то, все. Больше нас здесь ничего не интересует, и здесь у нас указан физический размер. Для нас самое главное, это размер вот этот, 200 мм, это половина где-то трубки, все вместе, объектив это 458 мм, но, повторюсь, погружать его можно до вот Fill Light Power Point, который называется, чуть выше, вот, то есть, вроде как, ну, по крайней мере, в примерах я видел, что его погружают именно так. Хотя вот здесь есть насечки, было бы логично идти до нее, но я видел, что погружают и дальше. Но, тем не менее, давайте официально придерживаться мнения, что глубже погружать не надо. Тем не менее, вот так вот интересно. здесь у нас еще указано, как их собирать, об этом чуть попозже поговорим, и здесь показано, вот, какие системы их можно использовать, ну, и, повторюсь, почти подо все, ну, это, в общем-то, хорошо и правильно. Ну, вот, собственно, картинка от самих AsterHory, видим, что объектив погружен дальше, чем вот эта насечка, поэтому, в принципе, значит, AsterHory говорит можно, но, как вы понимаете, все на ваш страх и риск. Вот такие вот дела. Кстати, обратите внимание, что у AsterHory, чем уникален этот объектив и хорош, вот эта вот конструкция, которая разборная, позволяет нам поставить и другой объектив, то есть, это у нас получается, как такой своеобразный байонет, а есть еще вот такой же объектив, но он снимает под углом, под углом 90 градусов, то есть, такой перископный, перископный модуль. О нем мы сегодня говорить не будем, но он, в принципе, существует, и в продаже даже есть комплекты, где их сразу два идут в комплекте, если вы хотите получить максимальное погружение, что называется, наверное, стоит рассматривать его, но тем не менее, имейте ввиду, его также можно отдельно приобрести. И также отдельно можно приобрести, например, фильтры. У AsterHory их два, это CPL-фильтр и UV-фильтр, но в первую очередь, они, конечно же, нужны для защиты, хоть у нас и есть сапфировое стекло, но теоретически, конечно же, его можно сломать. Понятно, что такой фильтр нужен, во-первых, для эффекта поляризации, ну и для защиты он тоже будет полезным. Правда, уточню, сейчас в продаже у нас его нет, но если вы захотите, вы сможете его найти, например, на сайте производителя. И это, безусловно, хорошо. Теперь давайте посмотрим на объектив. Но в первую очередь, чтобы на него посмотреть, я повторюсь, его надо собрать. Он состоит из двух частей. Вообще, забавно, что если вы поставите только вот эту часть и посмотрите в нее, да, через камеру, в моем случае это был Canon EOS R, вы, в принципе, увидите картинку. По ощущениям, похоже на 50-миллиметровый объектив на кропе. Тем не менее, наверное, так его можно использовать, но я категорически не рекомендую. Ну, тут, кстати, диафрагма можно посмотреть, она забавная и милая. Но тут нам надо его собрать. В принципе, это такое, знаете, стандартное байонетное соединение, точнее, не совсем байонетное, а стандартное соединение. Сама на стархоре рассказывает, что, видите, у нас здесь есть вот такие вот зацепки, да, и эту зацепку, одну из них, надо внутри найти специальный, специальный болт, как бы это забавно не звучало, винт, давайте так назовем винт, и совместить их таким образом, чтобы он, объектив, в него прямо попал. Вот он попал, и мы просто зажимаем верхнюю часть, нижней частью, похожей, кстати, на пл-байонет, чем-то напоминает пл-байонет. Обратите внимание, что я пробовал ради интереса зажимать этот объектив не прямо под этот стопорный болт, понятно, что он нужен, чтобы объектив не двигался, но, тем не менее, вы можете не только так зажимать, а если вы немножко не попали, ничего страшного, когда вы зажимаете, вот сама вот эта верхняя часть, она не крутится, астрахория в инструкции прямо пишет, что надо зажимать именно вот так, давайте мы на этом и остановимся, но вы можете поэкспериментировать, зачем это нужно. Ну, конкретно в этом модуле это не так важно, то есть, у вас единственное, что будет меняться, это вот этот вот порт для подключения диммера, а если у вас модуль, который перископный, то от этого, собственно, будет зависеть, как у вас будет, куда будет направлен объектив, то есть, тут надо, наверное, это понимать, но по большому счету он легко зажимается, здесь никаких вопросов нет, небольшая нужна тренировка и все. Если мы посмотрим на объектив спереди, мы увидим с вами подсветку и вот это вот самое сапфировое стекло. Зачем оно надо? Понятно, вы можете приблизить объектив практически вплотную к объекту съемки, вот прям практически вплотную. Не мудрено, что можно просто банально объективом задеть в объект и поцарапать, вот чтобы не поцарапать, нужно сапфировое стекло, а еще лучше фильтр. Тем не менее, мы видим с вами еще и подсветку, подсветка у нас светодиодная, цветовая температура составляет 5000 кельвинов и диммер позволяет регулировать ее аж по 10%, то есть, 10 ступеней яркости. Это в целом хорошо, наверное, можно тут посетовать, что хочется еще более плавной какой-то регулировки, но вот это как объектив минимум F8, вам к нему надо будет привыкать, но это один из самых больших, я даже не могу назвать минусов, но тем не менее, этот объектив требует от вас некого опыта, иначе если просто так вы его возьмете сразу в руки, вам будет иногда немного сложновато просто привыкнуть к самому форм-фактору. Но это ерунда. Также мы с вами видим вот этот вот самый порт. Порт нужен для того, чтобы мы могли подключить диммер. Когда мы подключаем диммер к нему, с одной стороны у нас есть USB Type-C, вот она, с другой стороны у нас есть обычный USB-шник, который мы втыкаем в какой-нибудь блок питания, в нашем случае это будет самый обычный пауэрбанк, и когда мы его воткнем и нажмем на кнопку на диммере, у нас заработает подсветка. Обратите внимание, что диммер в принципе, вот она у нас заработала, а диммер в принципе для этого не нужен. Но если вы воткнете просто пауэрбанк напрямую, у вас не будет никакой градации, и свет может быть слишком яркий. Ну то есть если вы его потеряете, ну можно наверное где-то найти его отдельно, как-нибудь, но если вы его потеряете, теоретически можно пользоваться объективом, просто будет немного неудобно, потому что ND-фильтров, кстати, нет. Ну только если вы сами его как-то смастерите. Тут все достаточно просто и понятно. Давайте пока отключим. Дальше у нас идет зажимной механизм, про это мы поговорили. У нас есть два кольца, причем кольца сразу сделаны под видео. Что это значит? То, что они из зубчиков сделаны, и если вы к ним подведете какие-нибудь моторчики, то они будут работать. Ну, по крайней мере, это вот именно зубья для видео, а не для фото. Хотя здесь нет маркировки, что это T-объектив под T-стопы, это объектив под F-стопы. Но, тем не менее. Но, тем не менее. Первое кольцо у нас это диафрагма, которая составляет от F8 до F28. Перемещается она, скажем так, не очень большой ход этой диафрагмы, но, в принципе, нужно выставить это несложно. Вряд ли вам нужно постоянно запоминать, какое было значение. Хотя, если у вас, например, было бы много камеры и много объективов, и вы хотели бы повторить все одно и то же, наверное, хотелось бы, чтобы насечек было больше, или само кольцо двигалось, скажем так, больше. Но, как есть. И есть кольцо фокусировки, оно-то как раз двигается уже достаточно хорошо. Здесь где-то 180 градусов-то точно есть. Ну, и позволяет вам более точно сфокусироваться. Здесь все достаточно просто. Никаких проблем с этим нет. И дальше у нас идет байонетное крепление. Обратите внимание, что на байонетном креплении у нас абсолютно ничего нет. То есть, нет обновления прошивок. Порта никакого нет, по крайней мере. И объективы здесь нет резиночки. То есть, он фактически не пылевлагозащищенный. Ну, то есть, не мочите его. Давайте еще раз уточним. Что мы можем, как говорит Астер Хори, мочить объектив вот досюда. То есть, до USB порта. USB порт, наверное, лучше не мочить. В комплекте есть вот такая вот беленькая маленькая заглушка, которая позволяет его закрыть, если он вам не нужен. Но, наверное, часто он будет вам нужен. Поэтому, тут тоже имейте в виду, будьте, пожалуйста, аккуратными и осторожными. Наверное, единственное, что может сломаться, это подсветка. Но рисковать, наверное, не хочется. А вот дальше, конечно, в системе креплений, если туда попадет вода, или вот в часть, где байнет, если попадет вода, наверное, лучше от этого не будет. Так что, еще раз, будете работать с аквариумом, с водой и так далее. Берегите камеру, берегите объектив. Ну, в принципе, с точки зрения эргономики объектива, это все. Вообще, подобный объектив очень сложно как-то тестирует, анализирует из-за того, что он крайне необычен. Тем не менее, мне захотелось посмотреть, а какая же будет у этого объектива резкость, вообще на что он способен, как макрообъектив. И вот есть у меня вот такой вот Томик Бердяева, и мы сейчас будем смотреть на его лоб. Вот он, это вот, вот эта часть. Вот прям лоб Бердяева мы будем с вами рассматривать. Тут надо уточнить. Еще раз, я об этом рассказывал в обзоре Лаувы, но тем не менее, объектив в целом можно использовать для макросъемки, именно фотосъемки. Но по-настоящему она раскрывается именно в съемке видео. Тем не менее, хочется посмотреть, а что же там вообще с резкостью, как это все будет выглядеть и так далее. Вот здесь, у нас есть 5 карточек. Эти карточки на всех диафрагмах, которые есть на сечке. То бишь, в нашем случае, это... Давайте я еще раз уточню. Это 8, 11, 14, 20 и 28. Ну, чтобы мы от каких-то значений отталкивались. И если мы смотрим просто на картинку, здесь у нас 24 мегапикселя, то есть, в принципе, это 6К видео было бы примерно. Если мы будем снимать 4К видео, понятно, что все у нас будет гораздо-гораздо резче. Тем не менее, вот мы вот смотрим на эту картинку, и она нам нравится. Однако, если мы, например, приблизим картинку, да, и вот эта разница, вот F8, эта разница и дальше идет, то, естественно, естественно, самое оптимальное значение будут вот на 3-й диафрагме. Это у нас условные 14. Потому что дальше у нас начнется дифракция. Вообще, конечно, повторюсь, минимальная дистанция фокусировки такая маленькая, то бишь, грип такая маленькая, зачем нужен вообще широкоугольный объектив. Грип такая маленькая, что попасть в нее бывает очень и очень сложно. И, повторюсь, вам для этого потребуются какие-то специальные средства, типа слайдеров. Но, тем не менее, вот на F14 даже при 100% кропе все хорошо. Хотя, может быть, про F8 было бы так же, если бы я попал в грипп. Видите, мы здесь какие-то уже, не знаю, волокна просто изучаем. Это откровенно, да. То есть, макрообъектив в данном случае очень хорошо работает. Если мы с вами еще посмотрим максимально зажатую диафрагму, мы видим, что да, тут дифракция уже прям сильная. И можно ее, конечно, использовать. На видео, повторюсь, это будет выглядеть не так, как на фото. Но, если мы хотим получить оптимальное значение, лучше ориентироваться до F14 плюс-минус. Ну и максимум F20 дальше можно, но дифракция все-таки уже будет работать. Так что, в каком-то смысле можно сказать, что объектив, в принципе, справляется и с фотографическими возможностями. Хотя я видел обзоры, где объектив был откровенно такой, знаете, не резкий, да, по краям, мутноватый по краям. Здесь, в целом, я бы так не сказал, и в целом объектив по резкости вполне себе нормальный. Хотя, повторюсь, если вы хотите фотографировать больше, то лучше возьмите какой-нибудь нормальный 100-мм объектив. Вам будет, как минимум, банально проще. Ну, а вот где объектив по-настоящему раскрывается, это, конечно же, видео. Если вы хотите снимать видео просто проводкой, допустим, есть у вас какой-то объект, и вы рядом с ним передвигаетесь, это выглядит в целом неплохо. Объектив для этого тоже подходит. Все с этим замечательно. Но максимальный эффект он достигает, именно когда он проникает через что-нибудь. Например, в пачку чипсов или еще во что-нибудь. Вот лично я ради веселья взял и через книгу его провел, например, с закрытыми страницами. Тоже достаточно стандартный пример. И на лове я то же самое показывал. Или просто взял и объектив провел через посудомоечную машину, а там прямо через кружку, точнее, через ручку кружки. И это, конечно, смотрится крайне интересно, потому что такого эффекта просто так представить себе до сих пор нельзя. Хоть Лао появился достаточно давно, но и Астрахори, кстати, 28-мм тоже появился достаточно давно, об этих объективах не так много людей знает, как ни странно. Хотя, мне кажется, этот объектив может быть в рюкзаке у абсолютно любого видеографа. Всегда можно найти сцену, которая будет очень выигрышно смотреться, особенно если это что-то небольшое. Я не профессиональный видеограф, поэтому я тут буду использовать еще чьи-нибудь футажи, чтобы это выглядело прям совсем хорошо. Но, опять же, что можно придумать? Это любой проникающий эффект. То есть, если через что-то можно провести данный объектив, хоть через что-то. Вот на лове я показывал, что в горлышко бутылки можно его совершенно спокойно засунуть, и представить это невозможно, как это можно сделать, если это не компьютерная графика. Поэтому до сих пор этот вау-эффект сохраняется, и до сих пор это очень здорово, что объектив это умеет делать. Конечно, для таких вещей необходимо, наверное, использовать слайдеры, потому что иначе никак. И желательно, чтобы эти слайдеры были не механическими, потому что они все-таки иногда дрожат, когда вы их двигаете рукой электронными. И вот тут почему интереснее камеры по типу Fuji или по типу Sony. Дело в том, что в APS-системе топовые характеристики в плане видео, то бишь скорость или еще что-нибудь, оно есть у камер Fuji и Sony. Например, у FX30 или у XH2S, например. То есть, в FX30 на 120 кадров в секунду, когда вы будете делать подобные проводки, это будет выглядеть максимально круто. Это во-первых. Во-вторых, вы можете потом это все замедлить, и у вас еще есть стабилизация изображения прямо в камере. Не факт, что она вас спасет. Я думаю, что все-таки так или иначе слайдер понадобится. Но если вы захотите что-то подснять с рук, например, просто взять и провести вот так вот камерой, например, захотите вы как-то хитро провести мимо, то с объективом, который без стабилизации, все-таки вот эта вот тряска, она достаточно большая. Я даже не буду вам ее показывать. Все-таки объектив требует некой дисциплины. И вот если есть стабилизация, или есть большое количество кадров в секунду, которое впоследствии нужно замедлить, то тогда, конечно, выглядит это будет гораздо аккуратнее, гораздо приятнее. И в этом плане, мне кажется, E, Bayonetta X, Bayonetta, самые-самые интересные для данного объектива. Ну и, конечно, PL Bayonetta, если вы хотите снимать кино-кино. И, конечно, большой-большой плюс данного объектива, это его стоимость. Тут надо сразу об этом сказать, потому что объектив обычный, то бишь 28-миллиметровый для полного кадра, стоит примерно в два раза дешевле, чем стоит аналогичный от LOWA. И у LOWA вообще нет объектива, который нацелен на APS-C сегмент. То есть, если хотите, покупайте полнокадровый, ставьте его на кроп, тогда все будет работать. В принципе, вот этот 18-миллиметровый можно поставить на полнокадр, вам никто не помешает, но вы будете видеть такой забавный кружочек, естественно, то есть вам надо будет обрезать как раз до APS-C, и тогда все будет работать нормально. Но, тем не менее, кружочек тоже можно как-то забавно использовать. Почему бы, собственно, и нет? Почему бы и нет? Поэтому в данном случае, в данном случае, вау-эффект у объектива сохраняется, при том, что это уникальный объектив, которому, в принципе, по большому счету нет аналогов, ну, вот именно для APS-C систем, повторюсь, и которые стоят в целом вменяемых денег, а это достаточно важно. И эффект от этого объектива смотрится, ну, очень-очень дорого, что, безусловно, хорошо для любого видеографа. Ну, и единственный минус, который является, скорее, особенностью данного объектива, это то, что с ним необходимо привыкнуть работать. То есть, некая дисциплина нужна. Ну, что, нельзя просто так его взять и пойти снимать. Во-первых, F8. Во многих местах для вас будет просто банально темно сразу. Вдруг внезапно. Это такая диафрагма, где вечером или в помещении вы просто будете видеть темную картинку, а поднимать ISO на очень много неохота. Хотя, опять же, тут в этом плане камеры Sony дадут вам определенный плюс, и это, безусловно, хорошо. И желательно подружиться с какими-либо аксессуарами, типа слайдерами. А слайдеры, например, чтобы поставить их в каком-то помещении, где негде его поставить, это нужно брать с собой, например, две стойки. Ну, или, повторюсь, самый идеальный вариант, это именно электронные слайдеры. Тогда будет смотреться все на кинематографическом уровне. Просто крайне круто. И, в общем-то, для этого и нужен данный объектив. Ну, что ж, давайте теперь сделаем выводы. Вообще, конечно, очень просто делать выводы, когда у тебя уникальный объектив, аналогов которому просто банально нет. Ну, или если есть, то только один, если мы говорим про Лаоу. Объектив позволяет получать сногсшибательное изображение, если его использовать правильно в плане проникающей его способности, скажем так. И стоит он вменяемых денег. То есть, каждый человек абсолютно может позволить себе этот объектив и получать крайне интересную картинку. Минус, к объективу нужно привыкнуть. Но я бы назвал это даже особенностью. Что бы хотелось, вот тут, наверное, есть момент, где можно поговорить, потому что, по большому-то счету, сама конструкция объектива не претерпела, кроме сменных насадок, скажем так, не претерпела какого-то поразительного, не знаю, поразительной эволюции. То есть, диммер хочется все-таки не кнопкой нажимать, чтобы 10 раз, а чтобы он был какой-то более электронный, что ли, да? Чтобы можно было выстраивать его не по 10%, а по проценту, например. Может быть, чтобы светодиод был не только белым, но и RGB-шным. Ну, почему бы и нет? То есть, хочется, наверное, еще какой-то шажок вперед, но тут легко рассуждать. Ну, просто у объектива конкурентов нет, и поэтому пока производитель, в общем-то, никуда и не двигается в этом направлении. Хотя, повторюсь, если у вас бы подсветка еще была, например, через книгу красная, какая-нибудь специальная, то было бы, конечно, только лучше. Тем не менее, объектив в таком сетапе можно рекомендовать, потому что, повторюсь, аналогов нет. Тут очень простой вывод, не надо быть очень умным, чтобы дойти до этого простого вывода. Поэтому, естественно, в ярком автомаркете под различные байонеты есть также комплект с двумя объективами, да, в комплекте. Наверное, это самый правильный вариант, такой самый максимально интересный вариант. Но можно начать с одного, а там, если понравится, взять еще. Будем надеяться, что Астерхори будет развивать всю эту тему байонетную, чтобы было больше количества вот этих вот насадок, потому что их, в принципе, может быть больше. Опять же, смотрим одним глазком на лоу, но там, правда, такая стоимость вырисовывается, где комплект из трех подобных, не знаю, насадка, это какое-то грубое название, но, тем не менее, стоит уже под 4-5 тысяч долларов, что, конечно, лишает ее некой привлекательности, но показывает нам то, что люди готовы платить такие деньги за такие необычные решения, а здесь это все стоит гораздо-гораздо дешевле, именно поэтому имеет смысл рассмотреть и Астерхори, потому что качество изображения высокое, а эффект достигается. И это, безусловно, хорошо. Ну, а на этом все. Все необходимые ссылки будут в описании, как обычно. Призываю вас поддержать видео лайком, если оно вам понравилось, пишите комментарии, интересно, что вы думаете про подобные объективы, использовали ли вы те ли вы подобные объективы, ну, а если, например, не используете, какие другие, вот такие максимально эффектные объективы вы используете. Очень интересно было бы почитать. Ну, а на этом все, с вами был Илья, спасибо за просмотр, пока-пока.